Всем привет, друзья! Меня зовут Павел Ямайский, вы на канале Сам Себе Капитан, и мы продолжаем рассказывать о нашем путешествии по Турции. В этом выпуске будет много быта, мы достраиваем наш автодом, ремонтируем двигатели, и все это происходит во время зимовки в Турции. А еще будут сногсшибательные закаты, и, пожалуй, самое классное место для дикого кемпинга во всей Турции, которое мы встречали. Так что будет интересно, присаживайтесь поудобнее, как говорят на ютубах. Поехали! Ребяточки, полдевятого утра, к восьми нужно было, мы немножко опоздали. Приехали в сервис, разбираться с маслом, крышка и прокладка под ней. Говорят, что надо ее менять, уже и грузья, мне сказали, и здесь. И говорят, что из-за этого довольно много уходит масла. Сейчас поменяем это, и заодно поменяем ремень ГРМ. И еще посмотрим ручник, у нас не держит ручник, поэтому сделаем еще ручничок. Вот оно, турецкое гостеприимство. Елена Викторовна убегает куда-то. Куда? У нас просто не починно, не такой снег. Чайком угостили, чайком угостили, чайком, ребята. Ходит мастер, один ремонтирует, пять ходит, чай разносит. Вот она, жизнь. Да, Сережка? Так, вот мои фортуночки, ребята их вытащили. Вот она. Вот так вот двигатель выглядит. В общем, ребята сказали, что вот эта прокладка плохая. Я не понял, в чем плохая. Ну вот, типа зажевана местами. И что из-за нее выходило масло. Что надо ее заменить, и все будет хорошо. На вопрос, почему так получилось, она вроде была новая, мне поставили. Они сказали, не знаем, надо поменять. Поменяли, поставили новую прокладку и посадили на герметик. Вот, Евгений, который для этого делал мне прокладку, он сказал, что он на герметик никогда не сажает. Что, типа, никогда не текло, никогда не течет. Ну вот, возможно, в этот раз что-то пошло не так, и без герметика прокладка потекла. Ребята, у меня большое разочарование. Я думал, что у меня самый длинный и самый большой спринтер. Оказывается, нет. Вы посмотрите. Вот, покороче. Я думал, что вот-вот-вот этот короче. С вами оказывается почти такой же. Вот-вот, смотрите. Вот, вот, видите, какая длина. Вот. А еще бывают, а бывают же, бывают же вот такие. Вон-вон там, вот-вот, вы посмотрите, какой длинный. Вот. Или вот, вы посмотрите, вот он приехал. Вот. Понятно. Понятно, что это крафтер. Ну, что крафтер, что спринтер. Одна малина. В общем, у меня коротковат, я понял, что. Ох. День разочарования. Завели, но долго заводили. Ребятушки, нас не держит ручной тормоз, и ребята проверяют, в чем проблема. Снимают, будут смотреть колодки ручного тормоза. Я думал, что это дело в тросике, но говорят, что, скорее всего, в колодках. Сейчас посмотрим. Ребятушки, после ремонта заехали в строительный магазин. Наконец-то мы купили нам столешницы и сидушки для наших рундуков. Интересно, что мы заплатили тогда за эти материалы. Нам распилили и бесплатно. Вот в России обычно за распил просят денег. Каждый пил стоит сколько-то. Мы идем искать фурнитуру. Ребят, я сегодня целый день. Уже раз в пять, наверное, сходил из магазина строительного до парковки. Там мигры сходили, перекусили, купили поесть. Сейчас опять уже вроде завершаем наши покупки. Две петли еще нужно взять, чтобы наши рундуки открывались. И все. И сейчас поедем, если успеем, зайдем в город мастеров. Фанеры здесь, к сожалению, нет. Здесь только все клеенные. ФСФСФЭ и прочее. Все, что из опилок есть. А из фанеры. Обычно фанеры нету. Жалко. Ребята, утро. Мы соживем на стройке. Сергей Павлович смотрит карточки. Вот здесь вот у нас брусья, фанеры. Кстати, очень дорого. В Турции стоит фанера. Если есть возможность вам закупиться фанерой в России, покупайте в России. Жена приготовила еду. Какую-то это... Курицу. Сыр какой-то не сыр. Ну, это сыр дружба. Дружба народов. У нас на стоянке наши вот так вот все разъехались. Остались впереди ребята. Парочка там еще. Но ребята приехали. Да. И... И вот Костя. А четыре экипажа уехали. В общем, сегодня 20. Какое на сегодня число? Вот добрый человек подскажет. Давайте знакомимся. Меня Павел зовут. Меня Артем. Артем. Катерина. Катерина прячется. Не будет, наверное, лазить. Вот она. Катерина, здрасте. И... Да вон еще целых трое. Еще трое. Анфиса. Вячеслав. Вячеслав. И Паша. И Паша. Я нашел тезку здесь. У ребят очень классное решение. Слушайте, смотрите, мы видели ребят на Go One Life. У них написано, что тягач, на который поставили... Как? Модуль. Модуль, да. Живой модуль. Как так получилось? Почему был тягач? Почему модуль? И это было осознанное решение? Либо так случилось само? Осознанно. То, что мы поездили с тягачом и с большим прицепом по Крыму. Ну, здорово, хорошо, но очень много. А, то есть, у вас был прям реально вот этот длинный прицеп? Он стоит и мы его используем. То есть, вы специально брали тягач, чтобы на тягач этот большой передажной модуль? Ну, мы, может быть, выгодно купили. Их нет в России. Их было все две штуки. Вот мы один из них забрали. Это тягач с большим прицепом. Ага. И, соответственно, он у нас был. Мы его использовали там три раза в год. Жалко стоит. Вот решили функционал расширить. Поставить маленький. Понятно. И если не секрет, во сколько обошлось вот это все? Вот этот тягач? И во сколько это модуль? Там старые цены. Он уже там у нас четыре года. И вот за модуль почти три миллиона получился. Отдельно. Вы его уже готовы брали? Полностью привезли, поставили. Заказывали, делали, производили. Да, это у нас делают. Он family campers. Ага. То есть это производство наши российские ребята собирают? Да, это исток. Я все эти грани уже знаю, угадываю. Это золотый исток в Красногорске делает сам корпус. А family campers уже компонуют, комплектуют. Угу. Классно. Режут. Так, вот здесь такой огромный ящик. У нас сквозь двух сторон доступ. Полностью туда, да? Да, да. С той стороны стоит стиральная машина. Ага. Классно. А в кабине там получается полноценных сколько? Раз, два? Да. Есть момент определенный то, что вот мы с ребенком тоже путешествуем. Мы кайфуем от того, что, конечно, едешь и тут же можно что-то чаечку в туалет и прочее. В этом, конечно, без фонда, но вы... А, фонда для ребят. Загородочка такая. Да. То есть это прям вот колыбель такая. Да, это детская. Детская. Игровая. Да, а с другой стороны можно кто-то здесь, а кто-то сел и работает. Отдельный кабинет, да? Да, кстати, можно здесь пиво пить, а там ребенок спит. Можно пиво пить, а там ребенок спит. С мужиками здесь, ты сидишь, а ребенок там спит. Это удобно. Сколько у вас... Так, 200 литров. Воды. Аккумуляторов. Аккумулятор один, 230 ампер, маловато. Или типа? Да. Ага. Зарядочки солнечные. 500 ватт. Одна на 500 ватт, да? За день заряжается? В принципе, да. У вас поднимаются панели или только... Не-не, они жестко фиксированы. Ну, я думаю, это если... Ну, как бы мы в основном путешествуем, а не стоим. Поэтому у нас заведенная машина едет с DC-DC преобразовательной, заряжается. Пока едет. Если встанем, будем стоять. И будет потребность к поднимем панели, как все. Добавим панели. Рубрика из-за руля. Ребятушки, едем в Кулумунджу. Хотим постоять там. Сейчас по дороге заправимся водичкой. Солнце в Анталии шпарит. Мы на стройплощадке. У нас кругом здесь доски. В общем, отправляемся. Поехали с вами. Вот это да, остров какой. Блин, ребята, какая красота. Выехали из Анталии по побережью. Это просто восхитительно. Это восхитительно. Ребята, пожалуй, это вторая по красоте дорога. А может быть даже сравнится с красотой дороги в Кыргызстане из Бишкека в Ош. Об этом, кстати, вышло видео. Можете посмотреть у меня на канале. Самая красивая дорога Кыргызстана. А это самая красивая дорога Турции, по которой я ездил. Мы проехали всю Турцию с Северного моря, с Черного моря на Средиземное. Там красивая дорога. Но таких впечатлений, конечно, я не испытывал. А здесь дорога вдоль моря из Анталии в Фетхе. Она, конечно, шикарная. Она шикарная. Вы посмотрите. Это вот такой сочник 1982 года. Все подъезжают. Турки, местные ребята пьют. Мы налили. Налили кучу воды. И одна у нас канистра протекает. Похоже, придется одну сейчас вытаскивать и сливать. Справляемся по 38 мотарин. Но тот, который дешевле, обычный. Нормал. Полный бак заливаем. Решает подорожание. Говорят, на 10 лир подорожает мотарин. Дизель. Надеемся, что это не так. Но все-таки мы заправимся и бак, и канистру. На самом деле самый дорогой бензин пока в Анталии. Везде он был где-то 36-37. Здесь 37-38. На той заправке было 37, но мы на него не доедем. Поэтому решили заправиться сейчас на все-таки 10 лир. Это одна нередневная разница. Слушай, дорога идет вдоль моря, периодически в ущелье спускается. Очень красиво. Кругом хвойные деревья, сосны. Непонятно, почему фанера так дорого в Турции стоит. Вон, видать, свои сосны берегут, а импортные на фанеру используют. Налог, ребята, здесь на все импортный налог 30%. Ехали в самый бюджетный магазин «Мегрос». Будем затариваться продуктами на пару дней, так как будем стоять сейчас на берегу моря. Много очень мы потратились, ребят. Турция для ремонта очень недешевая. Мы потратили почти 40 тысяч рублей за две недели. Но из них большинство шло, конечно, на ремонт. Нам поменяли прокладку двигателя. Соответственно, нам починили ручной тормоз и нам поменяли ремень. Взяли за это 5 тысяч лир. Так как я платил наличкой, взяли 4 500. Основные затраты. И почти 3 тысячи лир мы потратили на строительство, на фанеру. Очень дорого, ребята. Вот, ребята, настоящая Турция. Не туристическая. Сельскохозяйственная. Кругом сады. Едем по деревеньке. Да, ребят, домик на дереве кто-то сделал себе. Короче, ребята, лайфхак. Заправляйтесь в маленьких городочках. Мы заправились на трассе за 38 лир моторин. А здесь 36,5 лир вроде в городе на Лукойле. Получается, в городочках маленьких, как и в России, похоже, бензин дешевле, чем на трассе. И заправляйтесь на трассе, заправляйтесь в городах. Вот он, ребята, райский уголочек, лодочка. Наше место назначения слева. Море, море. Здесь турки стоят, да. Вот это да. Вот это хорошо. Так вот мы встали. Вот такое шикарное место. Как тебе, Сереж? Что? Мы отдельную благодарность передаем Ирине Майерту за то, что нарекомендовала это место. Это шикарно. Сергей Павлович в песке. Тут стоит три польских экипажа. Дурецкий экипаж. Но здесь ребята не знают, куда это не важно. Ну и мы тут стоим. Единственное, что в очередной раз понял, что нужно, нужно делать панели в другую сторону. Буду думать, как их переделать в другую сторону, потому что неудобно. Поднимаются панели в снегу зимой и хочется встать к солнцу. Поэтому нам нужно перекрутить их в другую сторону, чтобы можно было открыть и наслаждаться в солнечной погоде. А Сергей Павлович у нас купается. Сергей Павлович нас играет в песок. Вот такой у нас средиземноморский обед. Гранат. Поведенный пакетик. Рыбка красная. Сергей. И такой вид закрытый. Там вот море. Там вот море, море, море. Организовалось у меня небольшое рабочее место в мастерскую в сторонке от автодома. Там наш дом. Здесь у нас будем красить дверь. Сейчас надо все зашкурить. Сейчас зашкурили углы. Сделали их уже аккуратненькие. Залусенчики собираем. И немножко шкуранем, конечно, всю поверхность от залусенцев. А потом будем акриловой краской красить, чтобы она завтра высохла. И завтра поставим дверь. Насверлим немножечко дырочек здесь. Сделаем такую решеточку. Процесс идет, ребятушки. Видео. Мы только что сняли закат. И уже с последними лучками солнца красим нашу дверку. Ребята, доброе утро. Наконец-то у нас утро у моря. Вы просто посмотрите. Елена Викторовна там радостно прыгает. Делает творог. Который стоит в Турции, кстати, 300 рублей. Елена, ты где? Я здесь. Подожди, давай сейчас помолчи, мы послушаем море. Подождите, раз, два, три, тихо. Слышите? Красота. Это места здесь шикарные. Вы посмотрите, просто эта дорога. Вот здесь такой барчик прямо у берега моря. А вот здесь камушек. Камушек, за которым мы спрятались. И море, само море. Утро. Вот оно утро, да? Видите, прогулеваться. Только с луны за спиной. Все белье помещается Сергею Павловичу в кровать. У нас в кровать. А сейчас немножко магии. Давай, Лена. Раз, два, три. Вах, как красиво-то! Ребята, жена напилила палок. Посадила болты. Правда, не на герметик. Не знаю. Может быть, ребят, нужно герметик? Вы опытные. Смотрите. Вот здесь мы засверлили. Нужно выкручивать туда герметик, залить. Насколько опасно, что влага туда будет попадать. Душ здесь не будет лить. Душ будет вот здесь лить. Вот с этой стороны. Бывалые. Пишите в комментариях. Если что, будем пересверливать. Машина. Молодец. Молодец. Все, ребятушки. Теперь у нас есть дверка. Хопа. Па-па-па-па-пам. Та-ра-ра-ра. В очередной раз подтверждение. Что такое One Life? Это ремонт в красивых местах, да? Своё. Это ремонт в красивых местах, да. Вот, ребята. С таким видом. С таким шикарным видом. С шуруповертом. Наметили. Сейчас будем делать столешницу. Лака пока нет. Поэтому она будет в пленке. Потом купим лак, залакируем. А для начала мы наметили. Сейчас сверлышком сделаем дырочки. И в эти дырочки вкрутим шурупчики. Сделали заметочку. Строился сам, да? Вот наш дом обретает уже новое очертание. Появилась дверь. Появился вот такой столик. Мы его обязательно покажем. Вот наш главный строитель. Делает стеночки для будущего рундука. Он будет у нас вот здесь. Рундук будет. Да, Серёжа? И вот здесь вот будет рундук. Сейчас здесь всё навалено. Но зато какой вид. Какой вид. Какой вид. Ребята только отдыхали. Лена и Юнга. На пляже. И ушли оттуда. Оставили игрушки. Соседи спрашивают. Вы так игрушки оставляете? Лена говорит. Да ладно. Кому они нужны? И тут через какое-то время приходят. Соседи наши, ребят. Семейная пара. Турки. Пожилые. Взрослые. Прошли. Говорят. Подходили сирийские воры. Хотели украсть детские игрушки. Мы вмешались. И их спасли. Так что имейте ввиду. Детские игрушки. Дефицит в Турции. Не разбрасывайтесь с ними. Ими по сторонам. Всегда они сносите целы. Так, ребят. Заскурили. Сейчас будем красить. Эти замечательные листы. Чтоб они высохли. Моя тень. На фоне моей же работы. Покрасили фанерки под рундуки. Сегодня у нас вот такая вот стоянка. Пока тут все в инструментах. Зато все просыхает. И сейчас я пойду купаться и отмывать вот эти вот ручки. Слушайте, классный пляж. Вы посмотрите. Вот такой вот пляж. Немножко грязи, как всегда тут. Банки какие-то валяются при майонезе. Вот там вот. Дальше. Горы в снегу. Вот здесь вот. Очень красиво. Дикий кемпинг у Кумулунжи у камня, пожалуй, самая классная живописная парковка у моря, которая нам запомнилась на протяжении всего путешествия. Мы вспоминали ее с радостью и даже хотели туда вернуться. Потом были, конечно, красивые места. Но, возможно, так как это была наша самая первая парковка, она глубоко запала нам в душу. Если проехать чуть дальше, там будет вода и туалет. Мы это место тоже с вами потом посмотрим. Но самое лучшее место – это у камня. Искупался немножко. Сергей Павлович тут тоже бегает по воде. Там снежные вершины. Вон там. А здесь так тепло, слушайте. Это просто сказка какая-то. И вот я раньше только в кино видел. Ну-ка, волна, волна, волна! Убегай, убегай, убегай! Что в Новый год люди на море. И сейчас вот здесь нахожусь. Прямо не верится в это, ребят. Это просто сказка, сказка какая-то. Все-таки ванлайф-то и кемпинг дает такую возможность. Это восхитительно. Всем желаю сделать свой вэн и приехать на зимовку куда-нибудь на Средиземное море. Ребята, душ после моря – это прекрасно. Нагрели бойлер. Шапочка надел. Шапочка надеть, потому что холодно. 14 еще. 14-й солнце до сих пор работает. Вот так вот люк у нас открыт. Это красиво. Это приятно. Это солнышко. И идем на закат. Ой, подожди, надо же взять. Надо же взять. Молочка, молочка. У нас вечерний сансет сейчас будет. Пульчики возьмем. Молочка. Серега в восторге от идеи идти на закат. Слушайте, помылся сегодня в душе с дверкой. Приятно. Но нужно туда свет. Темно теперь. Раньше была шторочка и было светло. А с лампочкой там обычная батарейка. И темновато. Надо сделать светодиодную ленту. Благо у нас есть здесь тема, который разбирается во всем. Завтра он, если будет не против, поможет мне разобраться с электрикой. Хорошо иметь друзей, которые во всем разбираются. Машина нагрелась за день. И довольно тепло в ней. Ребят, я бы так жил вечно. Я бы так жил вечно. Надо только монетизацию на YouTube подключить. И 100 тысяч подписчиков набрать. И тогда можно продолжать такую жизнь. Так что с вас подписка, лайк или пост. Помогите. Жить счастливо одной. И семье вонлайперов. Ну что, вам не трудно. А нам приятно. А мы будем рассказывать про такие закаты. Кстати, ребят, я сделал на Boosty аккаунт. Поэтому, если кто готов, welcome туда. Там будет больше информации, будет больше видео. Те видео не все, которые будут на YouTube. На Boosty будут для подписчиков на Boosty. Будут еще дополнительные видосики. Ай, комар. Слушайте, представляете, закатный комар укусил меня. А я так рукой снимаю. Неудобно. Как надо делать? Так вот. Та-ра-тай-рай. 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 Такая музыка обычно, да? Та-ра-тай-рай. Та-ра-тай-рай. Наши друзья пришли. Ребят, второй, второй закат. Как вам жизнь в Турции? Та-ра-тай-рай. 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 Да. Та-ра-тай-рай. Та-ра-тай-рай. Та-ра. Та-ра-тай-рай. Ребят сказали, что пару дней назад, когда был большой штурм в Атуме и Сочи, и вот у них в Малдитском море тоже было два недель назад, и здесь тоже, короче, два недель назад был какой-то супер циклот. Здесь волны были до этого камня, говорят. друзья вечером сегодня будем делать курочку на гриле ребята из гриль газовой есть курочка соответственно вчера мы уже это делали а сегодня повторим но как как какие теплые денечки последние теплые денечки последов дожди начинается вот надо надо хватать надо хватать удачи за хвост а в чем ты маринуешь расскажи секрет маринада перед ужином и сергей палычем сделали ракету для трех котов посмотрите там три кота три хвоста они сидят в ракете сергей палыч доволен куда отправляется ракета в космос папу и маму забыли папу маму куда паса куда папу мама не внутренне влезут куда будем сажать бабу ману попробуй доброе утро ребят у нас сегодня царь аладь и на приготовила царь аладь и мы сегодня едим с таким по вам лайфер ски с таким вот видом или немало ванлайфа у нас ванлайф здесь ванлайф на улице ванлайф в телефонах и вон там вон там стоят наши полочки дошли до утра шикарный вид из машины на соседнюю машину у меня каждое утро начинается ритуалов поднялся на крышу вон 10 уже лежит протер панельки я их опустил потому что солнце сейчас с той стороны чтобы побольше солнца было на панели чуть попозже их подниму а здесь меня дожидаются мои крашеные стены для нашего рундука сейчас буду пытаться собрать посмотреть и отпилить брусочки под то чтобы собрать сегодня наши рундуки выглядеть единственное что конечно плотники мы те еще и надо было скорее всего я сейчас понимаю что рассчитывать так чтобы вот это боковинка шла вну больше наоборот чтобы торчали не эти боковинки она их перекрывала с двух сторон ну вот мы сделали так но все-таки перо под отсутствие точнее его строительстве дает о себе знать сейчас будем делать по другому еще вчера так запарился красить что вот забыл в сторону покрасить сейчас придется докрашивать приготовили наш инструмент будем делать разметочку и пилить бруски и этим надо воспользоваться плодами своего труда уж простите ребята накрасили одни палочки вон там лежат вторые палочки а я иду купаться в море вот ребята к ним проезжают пора окунуться немножечко перед обедом искупаться охладить свой пыл ребята наш третий закат это пред последний закат уходящего года завтра 30 послезавтра 31 пред предпоследний вот такая у нас идиллия мандарины апельсины чайочек я сегодня целый день делал рундук хотел сделать два но сделал только один но закат стоит того ребята восход посмотрите вон там вот за горами там еще луна вот с таким вот восходом проснулись поедем дальше это место очень понравилось я бы со слойцем вернулся здесь очень круто очень классно красота на воду прием одноднаги одноглазый за двойным зубом как он видится в зубе вернулся а и Велосипед 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 Велосипед